Доброе ранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом Н49. Сегодня в студии Стас Чибриков и Лена Илюшина. Я тебя даже спрашивать не буду. Не спрашиваю. Умеешь ли ты танцевать полонез, вальс, может быть кадриль? Ну, ты знаешь, мне кажется, что умею, но я стараюсь это не демонстрировать никому. То есть ты включаешь музыку и танцешь дома один? Да я даже в тишине могу. Присоединяйся. Есть такое движение в наших парках и скверах, как светский танец. Да. Поговорим об этом с нашими гостями, с Анной Заворотинской и Артемом Истоминым. Доброе утро. Доброе утро. Анна Заворотинская, руководитель школы светского танцаотражения, свой первый бал организовала в феврале 2003 года. За это время получила преподавательские сертификаты двух международных танцевальных сообществ, диплом хореографа и организовала более 500 костюмированных балов. Артем Истомин пришел в отражение летом прошлого года и уходить уже не захотел. Костюмы для балов Артем подбирает и шьет сам. Сейчас стажируется на преподавателя светских танцев и скоро начнет вести свою первую группу. Анна, расскажите, что же такое светский танец? Вот я правильно перечислила, относятся эти танцы? Да, все верно. Баланес, мазурка, кадриль, вальс. Все эти направления мы относим к светским танцам. Это те танцы, которые были популярны на балах во времена императорской России, когда светские особы, когда наша аристократия встречалась вместе для того, чтобы танцевать на балах, общаться, знакомиться и как-то присутствовать на светских мероприятиях. Это вот когда все дорого-богато. Мазурка, господа. Фигура вторая. Да, все верно. Я правильно крикнул? Все верно, да. А теперь танцуй. А подразумевается же, что там звуковое сопровождение должно быть, я не знаю, клавесин некий там хотя бы. Ну я бы не сказала про клавесин. Если мы говорим о больших балах, которые на уровне государства, конечно, это безусловно оркестр. Прежде всего, наше направление – это симфонический оркестр, это комплект инструментов симфонического оркестра. Но если мы вернемся немножко в глубинку, отойдем от столицы, отойдем в малые города, далеко не в каждом малом городе, где имелась своя аристократия, имелся большой оркестр. И играли, ну, у кого что было. У кого что было. Свой, да, свой ансамбль, своего дома. Каждый, кто давал балы, старался содержать. А они собирались все равно вместе в каком-то помещении, что это там, как это называлось, как дом культуры? Съятели. Если мы будем читать классическую литературу, то мы можем легко увидеть, что тот-то дал бал или этот дал бал. То есть не обязательно даже идти к историкам. В своем поместье. В своем поместье, на своей территории давались балы. Ну, естественно, дворцы, это все. Как продвигалась мода танцевальная, если вот живут люди в какой-то там дальней губернии? И у них нет ВКонтакте, как они узнают, что сейчас в тренде? Новый танец вышел. Кто-то привез. В этом плане популярные педагоги, популярные хореографы могли приглашаться для того, чтобы научить танцевать ту или иную особу. Ну, и не было таких каноничных схем, я считаю, что прям не было. В том плане, что все записи танцевальных схем, которые мы сейчас находим в источниках и литературе того периода, это либо заметки конкретного хореографа, либо желание продвигаться наиболее знатного и состоятельного хореографа, который мог себе позволить еще и книгу издать. Ну, это приезжают, чему-то учат, на местах танцы могут видоизменяться. Ютубов не было, даже сейчас пока в современном мире, пока танец дойдет от Москвы до Новосибирска, сейчас поменьше, мы все взаимодействуем на фестивалях, а еще лет 10-15 тому назад, пока танец доходил от Москвы до Новосибирска, он изрядно менял свои формы так, что москвичи не всегда его узнавали. А ведь у нас уже было видео в интернете. Что говорить о периоде, когда не было ни интернетов и время на добраться от одного региона до другого занимало огромное количество времени. То есть в каждом городе была своя мазурка, Барнаульская, Новониколаевская. Ну, оно, по сути, от сюда. Вариации не только отсюда, но еще из того, что и сами по себе вот эти зафиксированные схемы, которые мы сегодня танцуем, мы их танцуем только потому, что так проще, и только потому, что так мы можем понять, что этот танец действительно танцевали. Есть какая-то вот своя ценность, да, приятность быть причастным, да, в культуре, которую действительно танцевали тогда. Я не могу не обратиться к нашему гостю 17 века. 19-го. 19-го, видите, я на два века вас... Вам не жарко, хочется. Вот такой, вот так в 19-м веке, да, мужчины, молодые люди вот в таком примерно костюме танцевали. Да, именно такой костюм и был у них. А он, вот все вот эти цепочки, все это просто для красоты никакие не несло это за собой? Ну, почему? Здесь находятся часы, зеркало, то есть монокль, то есть все, что нужно было как раз на баллу. Среднему жителю. Да. А я читала о том, что мужчины пользовались корсетом, они, конечно, об этом не говорили. Вы в корсете? Нет, сегодня я не в корсете. Можно я немножко вмешаюсь? Просто у нас в группе буквально пару дней назад вышел как раз пост про мужские корсеты. Это характерно для периода дэндизма, когда хотелось хоть как-то показать стройный силуэт талии, когда плечи были шире, чем талия. Ну, представьте себе там дэнди, такой вот весь из себя ловелас, который с гантелями в тренажерном зале в 19-м веке. Как-то не очень вяжется. Не все желающие быть дэнди могли себе допустить мысль заниматься в тренажерном зале. Корсет. А тут корсет как-то утягивались, хотя есть гипотеза, что они старались это никак не афишировать и скрывать. Подгубаш. Ну, безусловно, да. И опять же, это касается не всего огромного периода, да, 19-го века, а былы в России были еще раньше, со времен Петра Великого, и до конца 19-го века, пожалуй, можем говорить о Балах. И далеко не весь период. Во-первых, период дэндизма – это достаточно короткий исторический период, а во-вторых, это далеко не весь срез общества. Вот еще давайте все-таки один вопрос у меня о наболевшем, о мужских курсатах. Они такие же были чудовищные, как женские, потому что мы помним, да? Там же стягивали, ты имеешь в виду? Стягивали. Да, мы теряли сознание. Стягивали, деформировали серебра, да, приводило к патологиям. Чем больше ты хотел выглядеть… И мужчины хотели вот такую тоненькую шею? Хотели. Ну, может быть, на начале 19-го века мужчины хотели себе широкую короткую шею и наматывали туда много слоев ткани в шейных платках. Это вот эти вот фраки были с высокими окатами на плечах. То есть они хотели походить на кабанах? Они на борцов хотели походить? Ну, признак мужественности, сила определенной, да. То вот период дэндиизма, она ближе к концу века, да, там была тенденция, хотя, наверное, не конец, а все-таки начало. Если мы посмотрим картинки на гравюрах, есть фраки тоже, эти широкие плечи, да, и узкие талии. Когда камзолы, да… Все повторяется. Нет, нет, раньше. Когда камзолы, да, вот с такой узкой талией, чтобы в него влезть, надо было или иметь от природы такую талию, что ребра не всегда позволяли, Либо тянуть это все в корсеты, да. Нет, ну… Сколько помощников у вас было, чтобы одеться? Ну, этот костюм я надевал сам. Не только надевал, Артем скромничает, он его шил сам. Вы сами? Да. Артем, где вы брали лекала? Вы много изучали, откуда вообще вы узнали, что это так выглядит? Выкрики, на самом деле, трудно сейчас найти, потому что, как и танцы, в 19 веке выкрики тоже составлялись все на живую на человеке, поэтому это, ну, буквально своими руками, то есть, все составлялось. Артем, мы обсуждаем ваш костюм, но хочется посмотреть со всех сторон, не могли бы вы продемонстрировать во всей красе? Что вы там нашили, да? Конечно. То есть, вот, франк из 19 века, да? Если говорить о гражданском костюме, то да. То есть, гражданский? Ну, а на балах же, как мы можем знать, участвовали не только гражданские чины, но и военные. И военный, безусловно, не переодевал свой военный парадный костюм на гражданский. То есть, а это некий советник при… Например, например, это может быть гражданский чин, это может быть просто невоенный… Вы когда шили, вы примерно кем представляли, что вы кто? Ну, либо Евгений Онегин, либо Пьер Безухов. Вот, и человек прям конкретно уже шел, да, здорово, очень красиво. А вот подскажите галстук, он всегда вид платка имел, или все-таки потом что-то с ним произошло, и он стал похож на современные галстуки? Это все галстуки. И даже современные галстучные узлы берут свое начало с 19 века. Ведь, смотрите, если мы возьмем гражданский костюм, в начале века они еще были разных цветов, а потом в моду пришел черный. Чем мог выделяться кавалер? Запонками, пуговицами, тканью на жилете… Заколка на галстуке. Брошьи на галстуке. Часами, которые невзначай как бы посмотреть время достается. А у вас есть часы? Конечно. Ой, покажите же так. Вот невзначай вы, я вас спрашиваю. Подскажите, Пьер, сколько времени? Ну, они не показывают. Нет, нет, но вы как бы невзначай достали. Часливый часов не наблюдает. То есть, и прям вот так вот показать можно? Да, глядя. И еще один момент – это форма галстука. Форма завязывания галстука, узел. В какой-то период времени была мода даже на небрежно завязанные галстуки. А тут даже вот эти бабочки сходно завязывались из шейных платков. А все вот эти современные сшиты – это уже, конечно, дань современности, когда мы не завязываем, а так, побыстренько. И вот все-таки о жаре. Ну, как в таком костюме двигаться, танцевать? Вы пробовали? Да, Лена права. Ведь в этих залах не было кондиционеров. Народу много. Жарковато. Вошел полна народу зала. Музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята. Вокруг здесь шум и теснота. Об этом шуме, о тесноте, о духоте говорили даже классики в своих произведениях. То есть, уже жаловались в стихах на то, что нельзя ли как-то вытяжку сделать? В принципе, жарковато было вытяжку. Есть гипотеза, что сейчас на наших балах зачастую свободнее, легче дышится, чем это было в старину. Но мы же ко всему привыкаем. А сколько там пространства на одного человека примерно? Очень по-разному. Мы стараемся, конечно, чтобы было хотя бы полтора-два квадратных метра на человека. Для безопасности хотя бы. Да, возьмем даму. Сегодня я в обычном платье. Если мы возьмем гран-кринолин, чаще всего было отражение, это кринолиновая история, да, совершенно верно. Это дверно-белевой корсет, приталенная форма и силуэт куполообразного кринолина. Это уже полтора метра? Хотя, если мы возьмем, опять же, карикатуры, то есть карикатуры периода 19 века и позже, когда рисовались огромнейшие кринолины, либо кавалер, выглядывающий из-под него, либо кавалер, который не может до нее дотянуть. Вот отсюда вот эти танцы, когда они прыгают рядом. Когда они прыгают рядом, они скорее раньше. Возьмем период, ну давайте на Россию, Депетровский период, когда женщина практически не выходила из светлицы и не участвовала в светских мероприятиях. И вот указом Петра Великого о гостоинстве, достевом дамам велено появиться в светском обществе и надеть непонятное что-то. И касание за кончики пальцев, это вот минимальное, что было допустимо хотя бы как-то. Ее и так уже вывели в свет. Ей вот так хорошо, она в этом своем оверсайсе, мы сейчас к этому вернемся. Правда? Мы ненадолго, да, потому что тема касания пальчиков очень близка, интересна, ненадолго прервемся, правильно? Посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала Н49. Не переключайтесь. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы говорим о балах с Анной и Артемом. И вы так увлекательно нам рассказывали, что же там происходило и остановились на самом интересном месте. То есть о том, когда Петр Великий потребовал, что, знаете, дамы хватит отсиживаться в темницах, а ну-ка веселиться приказываю. Примерно так. И девушки уже радовались тому, что в принципе их позволили какой-то выход. Девушки радовались, маменьки возмущались. А маменьки что такое? Они тоже хотели? Давайте историю немножко глянем. На самом деле и сейчас есть некие параллели. Сначала мы касаемся только пальчиками. Это уже много, потому что до этого она была защищена от излишнего мужского внимания. А тут вот тена в светское общество. Мужчин там много. И с одной стороны это способ сосватать. Все франты. Да-да-да. С другой стороны неизвестно, что там происходит. А потом, спустя пару десятков лет, больше, у нас в культуре появляются танцы, которые требуют более близкого контакта. Такие, как, например, вальс, где мы закрываем пару. И вот тут уж пошли фразы современников, вплоть до того, что он и она, как ососы, насаженные на одну игру, вращаются по кругу. Вот такие были описания. А в вальсе старшего поколения, когда молодежь пошла в вальс. То есть танцевал вальс, добро пожаловать под венец. Ну, нет, конечно, культуры такого не было. Хотя мы встречаем правила этикета, что станцевал больше трех танцев подряд с одной и той же дамой, пора жениться. Ну, просто потому что вызывает пересуды. Что это он именно ей уделяет так много внимания, когда вокруг так много других дам. Конечно. А как же вот эта статистика? На 10 девчонок 9 ребят. Что вы делаете с этим в парках и скверах? В парках и скверах мы... С одной стороны, парадокс в том, что когда 31 мая у нас состоялось открытие в Центральном парке, у нас было примерно равное соотношение кавалеров и дам. Может быть, всего несколько женских пар собралось, но да, мы допускаем женские пары, когда дамы договариваются друг с другом на один танец, чтобы встать в пару, его исполнить. А танцы в парковой программе на текущий момент времени, в современной бальной программе, да, мы стараемся выбирать танцы со сменой партнеров или даже добавлять смену в те танцы, когда ее нет. Сразу вопрос, Анна. Да. Вот давайте теперь мы непосредственно про вот светские танцы в парках и скверах поговорим. То есть человек, мало кто из наших современников вот с рождения умеет танцевать в мазурку. Да, доживаясь. Вот человек не умеет, ему стоит идти к вам? Конечно. А то он не знает вообще, что. И костюма нет. И костюма нет. Ну, не страшно. Во-первых, классы в парках, которые сейчас запустились, начались и будут идти каждую среду до конца лета. В парках? В каких парках? Центральный парк. Мы сейчас говорим о Центральном парке каждую среду в 7 вечера мы приглашаем всех желающих и танцевать не обязательно уметь. Конечно, там всегда есть те, кто занимается в группах. Продолжающие. Кто танцует регулярно, да. Кого больше всех я не люблю, когда приходишь, а я вот тут красиво танцую. А вот это вы зря, а так это не просветный танец. А на кого равняться тогда? Я им заведу. Потому что танцы светские в нашем понимании, это танцы во многом со сменой партнеров. И когда у нас во время мероприятия оказывается совсем нулевичок, который первый раз пришел, и более опытный участник, есть очень высокая вероятность в какие-то моменты времени оказаться в паре с опытным партнером. И он или она вас, естественно, подтянет. Вы быстрее освоите программу. Ну, наверное, все индивидуально. Все-таки вот за сколько вечеров можно более-менее себя уверенно чувствовать? Вот так вот. А давай в эту Артема спросим. Сколько времени у вас ушло, чтобы познать светский танец? Подожди. Артем, вы вообще танцевать умеете? Да, конечно. Вот, что, и тогда продолжаем? Я уже спрашивала. Ну, точно сказать невозможно. У каждого по-разному. Но по большей части 3-4 месяца, именно чтобы освоиться и понять программу. Я бы тут поспорила. То есть в целом какие-то азы, они плюс-минус одинаковые? Ну, научиться... А не говорили, чтобы стать профессионалом, выиграть Международную Олимпиаду по мазурке, а чтобы хотя бы как-то, ну, не отдавить ноги партнершам. Научиться танцевать вальс можно за два занятия буквально. А, вот это уже лучше. Для себя. Для себя, для души, чтобы как-то вращаться в паре, получать удовольствие от процесса, то можно за пару занятий, это правда. Я не зря сказала, как-то вращаться. Мы при этом не выиграем соревнования по бальным танцам и по вальсу. Это совершенно другое. Анна, как-то вращаться. Для души. Я и сейчас могу. Хотелось бы... Но гарантия того, что вы не наступите даме на ногу, все равно какая-то есть. А это имеет большое значение. Захочет ли дама в следующий раз снова вставать с вами в пару? Да, да, да. Или полицию вызовет. Артем, вы приходите вот в этом наряде? Да. А много людей из тех, кто приходит, прямо костюмированными? Ну, смотрите, когда собирается бал, и заканчивать программу будем балом, мы, конечно, всем, у кого костюмы есть, предложим прийти в костюмах. И тут сложно сказать, какая будет погода. Ну, понятно. По хорошей погоде 50-70 человек в костюмах может собраться. Так это же будет выглядеть как настоящий вот... Это уже дает другую атмосферу. Нет, ну, реконструкция, что же, во-первых, мы не реконструкторы, мы шьем на машинках, используем современные ткани. Поэтому я стараюсь держаться в стороне от слова реконструкция. Хотя мы берем, конечно, за основу то лучшее, что будет. То есть все-таки это художественное прочтение. Нельзя сказать, что это стопроцентный оригинал. Это точно не стопроцентный оригинал. Это точно совершенная интерпретация. Более того, мы говорим о том, что балы, как явление, светский танец, вошли в современную массовую культуру. Скажите, а реконструкторы к вам обращались? Я думаю, что у них хватает своих мероприятий, но это сообщества, которые пересекаются. Ну да, все равно рядом. Все равно пересекаются, все равно есть люди, которые и там, и там, которые приходят, кто-то себя показать, так бывает, кто-то просто выгулять гусарский костюм или еще что-то, кто-то пообщаться и познакомиться. У вас один этот костюм или есть еще? Ну я собираюсь шить еще. Гусарский? Ну нет, гражданский больше. Ну что же, давайте уже как-то такого же плана имеем? Ну, наверное, фраг другого цвета, немного тоже темных тонов. С пайетками. Франца какого себе тут привели. Приходит человек, он в среду вечером в Центральный парк, не умеет танцевать, без партнерши, мужчин, житель, без костюма. Так себе я писал, конечно. Отлично, то, что надо. Что ему делать? Нет, во-первых, да, что ему надеть? Вот он идет к вам, да, костюма нет, но что для себя? Или у вас есть костюмы? Одеться на занятия мы не готовим костюмы. У нас есть все лето, когда мы обучаемся и готовимся к балу. А бал в конце лета? А бал в конце лета. То есть мы за финалем цикл летних занятий по средам, балом под открытым небом там же в Центральном парке. И по средам мы готовимся, тут одежда должна быть удобной и по погоде. Ну, чистенькой, безусловно, чтобы от вас приятно пахло. Обувь. Ну, тогда будет странно, если кто-то в кроссовках и спортивном костюме, а кто-то в платье бальном. На тренировке? На регулярные занятия, на репетициях бальных костюмов, если будут, то единицы в основном организаторы. Так мы на регулярные занятия, это все-таки жаркая история, костюм тоже имеет свою и тяжесть, и средство ухода, да, это тоже непростая история. Ну, а как же тот момент, когда ты репетируешь танец в одном обличье, и тебе удобно и комфортно, а потом вот, ну, здравствуйте. И как двигаться? Точно так же, как любой хореографический коллектив, все репетиции ведет в тренировочном, а выступает в концерте. Да, да. Я же, что думала, и все во фрагменте. Нет, ну, конечно, обувь должна быть не просто удобная. То есть пол, вернее, покрытие, да, в центральном парке сейчас выложено из таких некрупных камней. Они относительно ровные, когда идешь по ним на кроссовках, на плоской подошве, и все нормально. Когда звучит марш, который на простых шагах исполняет просто синхронное движение, тоже нормально. Но как только, наверное, начинается малейшая динамика или вращение вальсовое, все равно эти стыки между камнями мы будем ощущать. И не дай бог обувь не привязана плотно к стопе. Я очень прошу всех, кто собирается в парк, приготовить либо кроссовки, либо удобную обувь с мягкой подошвой, которая будет привязана. Сотрутся. Все бы хорошо. Но вот все, что танцевальная обувь за лето, если вы готовы за лето выбросить танцевальную обувь, то можно и танцевальную, и чешки, и все, что угодно. Чешки могу себе позволить выбросить. Чешки вы выбросите, вы будете выбрасывать каждое третье, четвертое занятие. Какие-то, видимо, джазовки или что-то такое. Джазовки тоже танцевальные, если мы говорим о танцевальной обуви, да, они просто сотрутся. Поэтому вот мягкие кеды, кроссовочки, есть женские балетки, без кобылка туфельки такие. При этом, если они слетают, у нас девчонки иногда вот так вот сюда резиночку натягивают, широкую такую, чтобы ногу не передавливало, чтобы туфелька не слетала. Если я правильно понял, то есть человек, придя вот, уже вот сейчас буквально посмотрев нашу программу, в ближайшую среду, когда он приходит, вечером, натренировавшись за лето, если регулярно посещать, а тут ничего сложного нет, он может за это же время шить себе костюм, там, кавалер или дама, и уже в конце лета, во всей красе, научившись, так сказать, представить и свой костюм, и свое мастерство, и это будет уже вот... Знаете, вы только что подали мне идею. Мы об этом не думали, о том, чтобы сделать конкурс новых костюмов за лето. Или добавить подали бесплатные идеи, это важно. Суть в том, что мы не ждем от того, что новый участник, вдруг никогда не участвовавший в бале, потратит время и средства, чтобы шить бальный образ. Скорее, такой новичок выберет самое подходящее, что есть у него в гардеробе. Костюм, которое с рукосмом расслаблено. Да, 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 да. Либо возьмет костюм в прокат, даже у нас больше 200 костюмов в прокате. Видимо, в этот день везде костюмы заканчиваются. Ну, даже у нас больше 200 костюмов уже не закончатся. Да. И приходит на бал. Но опять же, повторюсь, поскольку программа открытая, наша задача, чтобы каждый имел возможность попробовать. Мы с этим проектом балами в Центральном парке, танцами в Центральном парке, мы развиваем идею доступности светского танца для всех. То есть это не что-то запредельно сложное, это может быть... Самая простая программа, самые простые марши, самые простые вальсы, самые простые польки. Мазурки не выходят на программу бал. Я представляю, это люди встают в ряд и маршируют? Есть танцы колоннами, а есть марши круговые. Слово марш от термина по марше, то есть простой шаг, ходить пешком. Хотя с маршами на плацу есть некая аналогия. Я сегодня до работы танцевал по марше, а у меня был танец небольшой. А занятия стоимость какую-то имеют? Центральный парк все лето абсолютно бесплатно. Для всех желающих. Это про доступность, про то, чтобы у каждого была возможность прийти и попробовать. А может, разограничения есть какие-то? Нижний порог, верхний? Да. Мы говорим 14+. По факту, мы стараемся не брать маленьких ребятишек в круг. Ну что же, 12-летнего гусара выгоните, что ли? Если этот гусар прекрасно знает, где право, где лево, и в состоянии танцевать в общем кругу, и не стесняется, что в его паре окажется вот девочка 15 лет, а вот бабушка 70, тогда пожалуйста. Но если этот гусар начинает 12 лет, или тем более 6-7, которые бегут танцевать, начинают путаться под ногами, то это становится травмоопасно, и мы стараемся их как-то в отдельный круг завести и как-то увлечь чем-то отдельным. Но все-таки программа, она ориентирована на молодежь и взрослых. Осознанно все-таки. Осознанно, да. Осознанно, и чтобы человек с общей скоростью, примерно общую, успевал включаться. Потому что скорость восприятия 5-6-летнего ребенка и взрослого человека, она отличается. Самый возрастной участник бального движения. Ну, 74 точно, 80 со мной как-то Антонина ездила на бал в Италию. Сейчас она, к сожалению, уже не танцует. Но, наверное, 74 я могу назвать с гарантией. Вы куда-то еще ездите на гастроли? Ну, сейчас последние годы не ездим. Тут и пандемия, и декреты, и текущая ситуация нас немножко подзакрыли. А так, да, европейские балы абсолютно доступны. Скажите, ну вот хорошо, лето, итоговый вальс, итоговый бал. И что? И все? И до следующего лета без мазурки? Как только заканчивается летний сезон, и даже раньше у нас начинается зимний сезон, когда мы переходим с регулярными занятиями в залах, балы в городе проходят каждый месяц. Это и Дом ученых Академгородка, и в Сан-Сити наши же площадки, и большие балы для опытных участников проводятся хотя бы два, иногда три раза за год. То есть возможность применить знания на практике. Их огромное количество. Вопрос только в том, что надо познакомиться с тем, что такое бал, узнать, что он вообще в природе существует, прийти и попробовать. Самое главное, что умения никуда не пропадут. Нет. А танцевание вальса пригодится и на выпускном, и где угодно. Встречайте ночные клубы. А самое главное, это же манера поведения. Мы же по-другому себя ведем, легче знакомимся, и появляется сообщество по интересам. Одни плюсы. Встретимся в среду вечером в Центральном парке. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо.